Здравствуйте! Сегодня существуют различные мнения относительно того, как понимать древние обряды, описанные в древних библейских рукописях. И для того, чтобы разобраться в этом, мы пригласили в студию эксперта в области древнего еврейского языка, доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Андрей! Александр, многие наши зрители, в частности, просят нас задать вам вопрос относительно очистительных жертв, потому что очень много им непонятного, и я вот, собственно говоря, хочу сегодня вам этот вопрос адресовать. Что они означали, что это за слова, чистый, нечистый, то есть это человек запачкался, должен помыться, или вообще непонятно абсолютно. Да, здесь это очень специфические законы, в частности, если мы откроем книгу Левитта, там такая даже вещь написана, Если кто-либо, имеющий на себе нечистоту, будет есть мясо жертв мирных, то такая душа истребится из народа. Из народа, да. Лишится гражданства. Ну да, мы немножко говорили об этом, конечно, это не физическое наказание, но человек такой, он лишается... Права быть гражданином. Права быть гражданином народа израильского. Да. Вот, поэтому... Сурово, кстати. Ну да, ну да. Что такого, значит, что такого он совершил ужасного, если он... Вообще, мне приходится постоянно сталкиваться вот с этими законами, они у нас записаны в книге Левитт с 12 по 15 главы, и в книге числа 19 глава, вот. То есть, извините, я снова хочу напомнить нашим зрителям, что это книги, которые были исключительно профессиональные книги для священников. Ну, книга Левитт, так это однозначно была профессиональная книга. Для священников. Книга числа, она такая, числа, она такая разнообразная довольно. Разнообразная. Там и повествование, там есть и законы, вот. Вот, но суть вопроса в чем? Люди часто думают, мне приходилось читать многие истолкования, вот, как начинают рассказывать о том, что женщина, которая родила младенца мужского пола, должна быть нечиста в течение недели и 30 дней, не должна сидеть, а если родить женского пола, то должна 2 недели нечиста и 60 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. И люди начинают придумывать, что это, дескать, законы здоровья и гигиены. Так, я так полагаю, что это не законы здоровья и гигиены. Да, это действительно так, потому что тут нужно посмотреть, что такое, собственно говоря, происходит. Неужели женщина, родившая младенца, инфекционно заразна? Почему я этот вопрос поднимаю, так? Почему? Потому что тут у нас нечистота есть после родов. Опять же, что это такое, нечистота после родов? А нечистота, это значит прежде всего. Кстати сказать, вот этот термин, он точно употребляем в переводе или как он звучит? Да, он употребляется на иврите как таме. Таме, это значит нечистый. То есть буквально, это про верный перевод? Это, пожалуй, самое буквальное. Но я хочу привести такой пример, чтобы наши телезрители... Нечистый, да? Томэ нечистый. Да, да, да. Таме, это нечистый. Чтобы наши телезрители могли увидеть, что говорить о нечистоте, как о законе гигиены, санитарии абсолютно неверно. Возьмем число 19 глава. Речь идет о том, что человек прикоснулся к мертвому телу. То есть похороны. Да. К сожалению, печальная необходимость. Что сделаешь? И вот, во время, после похорон, человек нечист 7 дней. Но нечист, это значит... Он не имеет права приходить в храм. Он не моется или что? То есть он... Нет, он не имеет права приходить в храм. То есть я еще раз... Кстати, в числах книги Левит... Извините, в книге числа 19 глава нам прямо сказано. Если человек, имея на себя нечистоту, придет в храм, не очистившись, то он оскверняет святилище, он вообще ему тогда смертная... Вот за это смертная казнь, полагается. Александр, но в данном случае нечистый это не означает... Ну, грязный, да? Нет, это не означает, что человек грязный. Означает ли это грешный или преступный? Как вот... Прежде всего... Непонятно вот это. Да, да. Прежде всего нам нужно увидеть, что нечистый человек не мог. Первое. Нечистый человек не мог есть мясо мирных жертв. То есть, опять же, храм. Да. Да. И второе. Нечистый человек не мог прийти в храм, не очистившийся. Вот здесь это ключевое слово. То есть, всякая нечистота тума. Это ритуальная нечистота. Почему она ритуальная нечистота? Потому что она имеет срок. Допустим, женщина, родившая младенца мужеского пола. Две недели нечистота плюс 60 дней она еще очищается. То есть, в эти дни эта женщина не может... Прийти в храм. Не может. То есть, например, в эти дни... То есть, она не совершила ничего против закона. Она не нарушала закон. Нет, абсолютно. Она просто не может в эти дни прийти в храм. Она просто не может в эти дни прийти. Она... То есть, человек, у которого кто-то умер, неделю после этого не может прийти в храм. Он ничего плохого не совершал. У него, наоборот, горе случилось. Да, верно. Но он неделю не может прийти в храм. Что не может? Опять. Не может кушать мясо мирных жертв. Не может приходить в храм. Пока не очистится. И вот здесь следует обратить внимание на очищение, чтобы увидеть, насколько речь вообще не идет о санитарии. Дело в том, что человек, который после похорон, он очищается пеплом рыжей телицы. Пепел рыжей телицы. То есть, это был такой обряд? Ну, надо рассказать нашим телезрителям, что это такое. Дело в том, что пепел рыжей телицы. Это брали специальную рыжую телицу. Так. Вот, кстати говоря, сегодня в Израиле это серьезная проблема. Есть, ну, есть институт, который занимается проектом восстановления храма. Вот. Они, конечно же, ортодоксальные иудеи, они верят, что должен прийти Мессия и дать им... В храм. Да. Не в храм, а должен прийти Мессия, и тогда они получат разрешение на восстановление от Мессии лично. Но у них проблема. У них все есть. У них есть даже семисвешник минора. У них все одежды первосвященники есть. Но у них нет рыжей телицы. Они не знают, как вывести так, чтобы была рыжая телица. Да. Но тем не менее, почему у нас по-русски рыжая написано. В оригинале написано «адума». Красная. То есть это красная телица. Не просто такой вот оттенок рыжий для меня лично. Это что за среднее между коричневым и оранжевым. Правильно? Ну да. А это какой-то имеет смысл особый. А красная телица, красный цвет – это цвет крови. Цвет крови. Проблема в чем, что любое очищение, оно связано с жертвоприношением. Вот почему этот закон не является гигиеническим. Извините, можно размышлять, да? Вот человек был на похоронах, а вот там прикосновения и так далее, и так далее. Может быть, инфекция. Инфекция, да. Но почему семь дней? Не семь же дней. Ну, помыл руки, помылся в душе. Да, вот в том... Ну, душа тогда не была. Ну, к примеру. Ну, руки можно. Вопрос в чем? Он не может зайти в храм не просто после семидневного срока, а он должен прийти в то время, во времена... Еще совершить обряд. Да. Во времена второго храма это совершалось на горе Илеонской. Значит, закалывали рыжую телицу в храме. Так, так. Сжигали ее полностью. Так. Пепел ее брали. Смешивали с водой. Так. И вот этой водой ее ставили на горе Илеонской. Приходил человек, который хотел идти в храм, и у него были похороны, и должен был кто-то чистый ритуально взять из соп, это такая трава, которая растет, то есть сорвал, взял, и окропить этого человека, который после похорон был. Так, и он становился чистым. И тогда он мог только прийти в храм. Если этого крапления не проходит, а он себе решил, о, 10 дней прошло, как у меня были похороны в доме, все, пошел-ка я в храм, да еще и с благой целью я вот там вот согрешил, я вот веду свою овечку, чтобы принести ее в жертву за грех, чтобы мне раскаяться. Если он не зайдет на гору Илеонскую, и если его кто-то чистый не покропит, а он так с овечкой зайдет в храм, то он осквернит святилище Божье. Да. Так ли число 19 глава говорит? И так говорится, он должен лишиться, в общем-то, граждан. Не лишиться. А, даже жизни. Жизни, это смертная казнь за такое. Александр, скажите, правильно ли я вас понял, что вот это понятие, оно показывало, что человек, который столкнулся с вот этими проблемами, ну, допустим, кто-то на похоронах прикоснулся, да, к трупу, женщина, которая родила, ну, и там какие-то еще, да, моменты, что этот человек становился изолированным от храма. То есть это был такой период изоляции. Да, изоляция от храма. От храма. Ну, там был пример... То есть можно ли в данном случае, ну, может быть, смысловой сделать перевод, может быть, более точный перевод, не чистый, а смысловой, наверное, изолированный, да? Ну, по смыслу, да. Изолированный. Изоляция, да. Ну, допустим, в случае проказы там изоляция еще и от стана, от общества была. Да. Но это проказы, это особый случай. А все остальные случаи, это изоляция от храма. Не чист до вечера. И вот интересную я наблюдаю закономерность. То есть вы говорили о том, что если человек нарушает закон умышленно, точнее, не умышленно, он должен был наоборот прийти в храм. Ну, да. А здесь мы видим, что здесь человек ничего не совершил, никакого плохого поступка не совершил, и он был изолирован. Почему? То есть, вы знаете, вот, да, извините, я уточню немножко свой вопрос. Меня вот что удивляет. Меня удивляет, что человек, который не совершил ничего плохого, ничего дурного, столкнулся с определенными вот этими проблемами, там, допустим, похороны, прикоснулся к своему родственнику, да, там, во время похорон. И он становился каким-то особенным, изолированным от храма. То есть, в чем смысл? Есть ли смысл и понятен ли он? Я еще более скажу. Я еще более скажу. Вот, посмотрите, если мы возьмем такой закон, Левит 15 глава. Если у кого будет истечение из тела, то он нечист. Так, это о чем говорится? То есть, это вот всякие, любая гнойная рана. Гнойная рана, да? Любая, все что угодно. То есть, любое гнойное нагноение крови, что угодно. Что угодно. И вот, смотри. Он не может в этом состоянии идти в храм. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста. Так. Всякая вещь, на которую сядет, нечиста. Кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои, омыться водой, и нечист будет до вечера. Это что? Человек, который имеет нечистоту, больной, да? Может быть, это больной человек, понимаете? Одно дело, там где-то нарыв на пальце. А если у человека действительно, знаете... Гнойная рана, да? Ну да. Кровотечение длительное. Да если мы, допустим, такое, идет себе человек на охоту, там или куда, падает, ломает ногу, открытый перелом, тогда же ни гипса, ничего. Он лежит, и его нога, она может гноение идти, можно что угодно. Да, понятно. За этим больным человеком ухаживать нельзя, потому что станешь нечистым. Вы поднимали этот вопрос, кстати, о том, является ли нечистота грехом. Абсолютно нет. Что запрет... Я хочу внимательно... То есть это вот, что мы сегодня понимаем, это не нарушение закона. То есть у нас нет, я хочу, чтобы увидели мы этот текст, у нас нет запрета к тому, чтобы прикасаться к этому человеку. У нас нет запрета, чтобы человек за этим человеком постирал одежду. Да, верно. У нас только факт. На посещение храма запрет. Если ты это делаешь, до вечера ты не можешь прийти в храм, а чтобы прийти в храм, тебе нужно омыться водою. Кстати говоря, именно поэтому возле храма мы были неоднократно с вами там, и что мы находили? Миквы, миквы, миквы. Очистительные такие сосуды. Не сосуды, ну да, ну как, бассейны. Как бы бассейны, бассейны. Да, бассейны, то есть как бы... Вокруг храма находились бассейны с водой. Да, то есть без этого нельзя было войти в храм, потому что это было настолько частым явлением. Да, для людей, то есть... Да, то есть и опять мы возвращаемся. Где грех? Грех – это нарушение установления Божьего. То есть где человек нечистый совершает грех? Человек нечистый не совершает грех в том, что ему пришлось похоронить родственника. Конечно. Человек нечистый не совершает грех в том, что ему нужно постирать постель за больным. Человек нечистый не совершает грех от того, что он упал и у него рана. Человек нечистый не совершает грех из-за того, что... Женщина не совершает грех из-за того, что она родила сына или дочь. Да. Человек совершает грех тогда, когда он нарушает установление Божие. Да. А установление Божье, раз, не есть мясо мирной жертвы. То есть... В таком состоянии. В таком состоянии. То есть если, допустим, вот в семье прибавление, родилась дочь, вот мать, две недели нечистые 60 дней. То есть это два с половиной месяца. Так, теперь возьмем, например, паломнический праздник. Пятидесятница наступает. Да. Идет семья в храм. Она не может идти. Не может, не может. Приходит в храм, приносит мирную жертву. Возвращается обратно, как обычно это делается. Возвращается... Ну, когда приносили мирные жертвы, то жертва приносилась на жертвенника. А потом священник забирал правое плечо и грудь, а все остальное, те, кто эту жертву приносили, они все это остальное забирали себе, приглашали гостей и кушали вместе. Это был такой благодарственный обед, трапеза такая. Нужно было сразу это съесть. Вот. Но если в этой всей семье, да, находится женщина, которая родила девочку, вот все, а ей нельзя было это кушать. Да. Вот я хочу вернуться к вопросу. Почему? Почему? И какой у этого смысл, у этого всего? Ну, родила, ну, там кто-то ухаживает за больным. Да. Какой смысл в том, что не ходить в таком состоянии в храм? Храм, это... Вот в этом, кстати, уникальность храма. Мы уже неоднократно говорили о том, что храм – понятие исключительно ветхозаветное. Да. Не современное. Не современное, да. Вы говорили о том, что единственное место на земле было когда-то, где был этот храм, где приносились жертвы. И там находилось Божье присутствие. Там жил Бог, Шахина. Да. Куда запрещено было входить человеку. Да, грешный человек не мог зайти во святилище, только священник. А священник не имел права зайти во святое святых и соприкоснуться с Богом. Даже когда первосвященнику нужно это было делать один раз в год, то он брал большую кадильницу, угли там, чтобы было облако. Чтобы был дым. Чтобы он, как сказать, чтобы... Лицом к лицу не мог видеть славы Божьей. И после этого, естественно, мы видим еще одно следствие. Смерть, да. То есть вот что такое нечистота есть. И мы разберемся внимательно. Нечистота – это присутствие смерти. Вот почему человек, находящийся на похоронах, который посетил похороны или у него умер кто-то, смерть прокаженный. И фактически, что такое проказа, мы не знаем, лепра это была или не лепра. Но слово, которое там употребляется – цараат. Цараат – это означает нарывы. А, по сути, то же самое, да, то, что вы говорили, когда идет истечение какое-то. Да, 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 это все видимые признаки смерти. Смерти, да, разложения. Да, вот вы мне задавали вопрос. Это грех? Я отвечаю на этот вопрос. И да, и нет. Непонятно. Объясните, пожалуйста. С одной стороны, мы говорим, если человек заболел, что он нарушил? То есть с точки зрения греха юридической – это не грех. Человек не нарушил никакую заповедь Божью. Человек не нарушил. Да, верно. Но с точки зрения того, что такое грех на этой земле, нам сказано, это уже в более поздних манускриптах, в ранней христианской традиции, послании к римлянам, нам говорится о том, что Адам согрешил, и с грехом пришла смерть. Человек был раньше бессмертным. Как только Адам и Ева, как пишет нам книга «Бытие», согрешили против Бога, Бог лишил их доступу к дереву жизни, и они уже перестали быть бессмертными. Появилась болезнь, появилась смерть. Как-то немножко какая-то такая философская концепция немножко, нет? Нет, это не философская концепция. Мы на предыдущей передаче с вами говорили о том, что когда человек отворачивается от Бога, то Исаия описывает, он превращается в разлагающийся твой. Да, то есть здесь мы снова видим такую же аналогию. В том-то и дело, Бог – это источник жизни. То есть Бог – это источник. Вот что у нас происходит в нашем организме? Почему у нас продолжительность жизни 70-80 лет? Потому что у нас происходит определенный период жизни, у нас количество рождающихся клеток больше, чем количество умирающих, а потом количество умирающих клеток становится больше, чем рождающих. Происходят изменения в организме. И мы стареем и умираем. А что такое, вот если мы говорим, проказа, что такое даже эти истечения? Это все умирающие клетки. Я понял. Александр, это не связано с поступками человека. Нет, это связано с состоянием человека. То есть вот почему… А состояние человека рано или поздно – это смерть. Да, вот почему. И вот таким образом, поэтому человек, который приходит в храм, он не может принести в присутствие Бога смерть. Следы, следы смерти. Да, признаки. Признаки смерти. Да, признаки смерти. И поэтому мы уже неоднократно говорили о том, что многие ритуалы в освятилище, они указывали на жизнь. Жизнь, да. И на то, как Мессия придет и избавит от греха. От смерти. Да, и от смерти, естественно. То есть смерть, болезнь – это физическая сторона греха. Наш поступок, наше нарушение заповеди – это духовная сторона греха. И если в духовной стороне, если мы говорим, да, у нас есть сила выбрать, да, мы имеем возможность выбрать, у нас есть контроль над нашим разумом, у нас есть… Можем не нарушать. Можем нарушать, но можем же и не нарушать. Не, ну вот об этом мы и говорили. Есть преднамеренный грех, есть непреднамеренный. То есть мы как бы все равно склонны ко греху. Это понятно, но вы имеете в виду, что есть поступки, которые мы можем контролировать, а смерть контролировать не может никто. Да, болезнь, ну, болезнь где-то мы что-то можем… Сегодня отчасти. Нет, ну, конечно, но все равно, по большому счету, да, если поступки, да, мы можем не грешить с умыслом. Да. То есть мы можем, да, вот так поступать и все. Конечно, наш характер и на духовном уровне у нас тоже есть проблемы, но на физическом уровне это еще более явно видно. И вот когда в человеке, вот, то есть мы смотрим на вот этот вопрос нечистоты, когда человек начинает на себе проявляться вот эти признаки умирания клеток, и они явные, они в Торе классифицируются как нечистота, и человек таким образом изолируется от Бога. И тогда, если он сделает и придет в храм при этом наружу, вот это поступок с умыслом. Да, Александр, как я понял, что это не тот случай, когда человек может быть изолирован от церковного здания. Только храм. Никаким образом, только храм. Спасибо большое. Дорогие друзья, смотрите наши следующие передачи. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok